Ребят, доброе утро, всем хорошего настроения, приятного аппетита, кто завтракает. Сегодня я, Инстапапа и бренд-шеф в студии Вкусы Лофт Денис Марочковский приготовят вам что? Мы сегодня приготовим оладьи из кабачков, но не просто оладьи, потому что, скажу так, одним кабачком сыт не будешь, мы добавим то ветчины. Вот это правильно, вот это по-мужски, ребят, давайте попробуем. Так, начнем, нам потребуется кабачок, лук, я предлагаю натереть кабачок на крупной терке сюда, и немножко лука, то есть лук мы трем не полностью, то есть трем на крупной, вот сюда, и натираем. И чуть-чуть тиранем лука, как бы, ну это чисто символически, для чего я потом объясню. Понял. Я тем временем предполагаю это от того, чтобы зубы не болели. Да, не только, на самом деле, как бы, если по этому же рецепту будете делать с картофелем, то подобные оладьи и драники, они у вас не почернеют, от слова совсем. О, как! А это пошли уже секреты от шефа. Так, здесь я натер кабачочек. Попадай, чуть-чуть зацепим. На это же тюрьки? Да, чуть-чуть. Давай натруем. Зацепим. Лук, все, берем и делаем такой секрет, то есть выжимаем, вода там, а массу сюда выкладываем. Я понял. Шеф поручил мне самое важное, лук натереть. Нет, он сам натер, а я буду выжимать, ну ничего страшного. Отжать хорошо, да? Нарубили несколько пластиков печены и кладем сюда. Разбиваем одно яйцо. Отлично. Предлагаю добавить щепотку соли, перца. Да, можно у тебя ложку просить? Да, пожалуйста. Я добавлю еще пару ингредиентов. Обязательно ингредиент, это пару ложек муки, чтобы это все дело схватилось. Щепоточку соли. И обязательно ложку майонеза, но без майонеза никуда. Ребят, ешьте майонез, это действительно, это вкусно, во-первых. Ешьте хороший майонез, проверим. Да, да, да. Если можете делать, делайте его сами, ничего сложного нет. Все интенсивно это все дело перемешиваем. Здесь у нас получилось где-то штук на 10-12 оладьев. С утра оладушки, да свечинка, это вообще наше все. Ну, я просто про то, что, блин, кабачок это все здорово, хорошо, но мне не хватает мяса, то есть и... Да простят нас веганы. Не, ну, если не любите, можно не добавлять. Да. Так, разогреваем сковороду, и чтобы было еще вкуснее, все-таки я предлагаю пожарить на смеси сливочного и растительного масла. О, это вкусно. Так, наша сковорода разогрелась, то есть вот шипит, прям так и просит. Маслется, конечно. Поджарь меня. Выкладываем оладьи, кому на самом деле как нравится. Мне вот нравятся не сильно большие, то есть я люблю, то есть есть секрет такой, что когда вот мы положили, можем еще маленько разровнять. Ага. Реально, вот прям на всю сковородку было размесил и жарил, но тут я уже понимаю, что переворачивать его потом как-то. Да, проблема как бы в этом, потому что все-таки масса более нежная получается, но и наша задача с двух сторон обжарить. Если у вас по какой-то причине не получается их дожарить до готовности, секрет таков, что можно это все обжарить с двух сторон, выложить на лоток и убрать где-то минут на пять в разогретую духовку, прогреть наверняка. Но я всегда так делаю с драниками. Ну это просто, это стейк так тоже делают, я знаю. Ну некоторые думают, блин, я жарю, жарю, жарю. Просто знаю секрет родственницы, она говорит, я делала торт в сковороде, он сырой, 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 сырой. Ну, а потом-то не дошло, что запекать-то надо было, а не жарить в сковороде. Обжариваем наши драники до золотистого цвета с двух сторон. Это где-то по минуте-полторы жарим на среднем, умеренном огне. Если будем жарить на сильном огне, он не прожарится, сгорит как бы и будет не так. Шеф, прошу прощения, это оладья. Да. Нормально. Ну, в принципе, небольшая разница, драники или оладья. Там картошка, тут кабачки, чуть не сказал баклажаны, но это нормально. Так, наши оладьи из кабачков, ветчины уже готовы. Так, и смотрят. Шикарно, слушай, выглядит аппетитно. Будем выкладывать. Я позволю себе задекорировать данное блюдо. Предлагаю, вот как оладья без сметаны, это как Чук и Гек, Малыш и Карлсон. Две вещи, которые друг без друга не могут. И, наверное, немножечко добавим вот такого летнего настроения. Чуть-чуть. Вот так. Я думаю, нормально, Даш? Отлично. Я старался. Ребят, все готово. Оладья на столе. Декор, как получилось, так вышло. Давай руками. Я вот еще зеленушку захватил. Блин. Во-первых, вкусно то, что это вкусно. Во-вторых, вкусно то, что это руками. Ребят, настроение у меня прям поднялось. То есть, кто дома и может потом помыть руки, сделать это руками обязательно. Поэтому готовьте с нами, ешьте вкусно. А всем хорошего настроения. Приятного аппетита. Спасибо, что смотрели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok